Человек просит прислать огрызки. Я сразу даже не понял, какие огрызки. Огрызки от ваших яблок. Сегодня, кстати, вышел. Но я не только огрызки выслал, я ему еще и жигулевские выслал, красавцы. Они не используются посылки. И пусть хоть поест нормальных яблок. А потом он их съест, и опять будут огрызки. Но тут мы с ним расходимся. Он пишет, я огрызок, то есть прямо с семечками вот так, в таком вот виде, посажу в одну лунку стебли. Дальше идет его, который мне очень не нравится, блокировка. Даже комментировать не буду. И охоту отбивать не хочу, а вдруг получится. И говорить, да, какой молодец, тоже не хочу. Просто обхожу эту тему. По принципу безумства храбрых поем мы песни. Это он пишет. Разговаривал с биологом из нашего ботсада. Он говорит, что для подвоя в регионе используются разные сорта. Один для Юго-Сибири, Барнаул. И деревья на этом подвое могут быть культурными с сладкими плодами. То есть, если вот этот подвой, который он название назвал, то будут сладкие. Но у меня есть подозрение, что и подвои, то есть не только получится сладкие привои. Ну и подвой, наверное, сладкие. А здесь Барнаул. А в Барнауле, вы знаете, какие эти самые? Та же самая проблема. Вот когда я, например, ну не хвалят его. Так же, как в Саде России не хвалят. И Барнаул, он выращивает какой-то, саживается на продажу. Их не хвалят. Так вот. Я не могу сказать. У меня нет специальной статистики. Ну, хоть бы один, кто выписывал, например, стеберязвики саренца. Из НПО Сибири. Я имею в виду не просто саренцы, а именно самые культурные. Яблони, груши, сливы и абрикосы. Ну, нету примеров, чтобы вот такое дерево, там, 10 метров. То есть, 10 лет, 15. Ну, хоть бы одно. Но вот такое впечатление, что все это пустое. С чему я цепляюсь? У него, получается, культурно-садки плодами. И он дает понять, что подвои это, разные сорта. А для меня подвои, вон они, сибирки, да, культурные сибирки. В крайнем случае, ранецкие. А здесь как-то они, видимо, как десятки лет занимались теми подвоями, так и занимаются. Ну, в Альтоке-то откуда? У них главное, это, чтобы саженец хорошо рос, даже чтобы не было отторжений. И вот этот соблазн, культурно-культурно, он всегда силен. И вот что интересно. И другой для Новосибирска, Томска, и это только полукультурка. Ну, извините. Полукультурка, она, по сравнению с сибиркой, на 5-10 градусов слабее. Всё-таки лучше бы, наверное, это, имея сибирь, всё-таки сибирками заниматься. Мне кажется, Бог в Сибири выросл в Сибирке для нас. Ну, плюс ещё надо, чтобы ещё уметь совмещать. Но это откуда дальше существует на свете Женева. Ну, и вот этот момент, он касается не всех, а только сам вот продвинутых. Попробуйте оценить вот эту фразу. И ещё он говорит, ну, то есть работник подсадок, что рассчитывать на повторение морозостойкости сеяться, выращенное из семечка сибирского яблока, не стоит, даже если оно похоже на подвой, мелкое и горькое. Ну, что я скажу, как я эту проблему обошёл? Каждый год, раньше я, а теперь всё где? Садится в этот трактор с телегой и выезжает к этого на 10-15. Самую глухую тайгу. Каждый год. А теперь скажите, пожалуйста, повторение морозостойки сеянцев уже ни при чём. Сеянец. Другой? Другой. Вот видите. То есть это всё можно обойти, но теперь человек пишет. Просто можно обойти, но как-то они сузили свои возможности. Зря. То есть как-то не любят сибирское яблоко. Я знаю, почему не любят. Но её труднее привить. Только поэтому. А причину найти? Ну, примерно так, что до винограда не дотянулся. Помните мои яблоки? Но это же не яблоки. Вот сейчас вам показать их. Это шедевры. Конечно, буду пробовать по вашей схеме. На следующий год закажу СНТ. Ну, про косточки перчика он просит заказать заранее. Нет. Научен горьким опытом. А теперь смотрите. Так как время всё равно истекло, дальше говорить. Ну, тут много интересных схем. Таких, что вы её. Вот. Но мы сейчас с вами возьмём и заглянем на минутку. Ну, если бы какие-то старые были бы фотографии, сказали бы. Ну, чего ты этому сам? Почему вы должны верить? Ну, давайте тогда мы с вами мы с вами тогда посмотрим в 21-й год. Вот он. Давайте посмотрим. Весна, лето. Вот. Вот мы абрикосы видели. А мы сейчас будем про яблони. Дело в том, что там шла речь о подвоях. Я считаю, что вот этот работник бацада, ну, как бы специалист подумает, всё он знать не мог. Правильно? Нет, ну, не могу же я выдержаться, да? Ну, не могу. Это, знаете, как называется? Это называется как плод для железа. Вот. Он настолько изменился, что теперь я имею право ему своими присвоить. Вот. Нет, пожалуйста, назовите мне этот самый сорт, и я скажу, да ещё 100 граммов, я скажу, всё отказывается. Вот смотрите. Сейчас мы пойдём к яблокам. Ну, например. Давайте вот на эти посмотрим, да? Вот. Милба. Вот он. Вот у него злобный взгляд. Вот зачем было сказать, увидев его фотографию? А, фотография была учебная, друзья. Я почему не могу успокоиться? Юра меня поймёт. Он мой родственник. Я его тоже принял. Это, ну, как сказать, с обидой дикой. Вот посмотрите. Стоит с лопатой. Фотография примерно вот такая. Так, на этом, на экране. Примерно вот такая. А показывает посадку же по железному. То есть не просто этот самый холм, но с хитростями. И вот он стоит. Я говорю, Серёга, давай я тебе щёлкну. Как тот самый, помните? Из простоквашины. Ну, и щёлкнул. Она взяла, уменьшила фотографию четыре раза. Вообще взгляда не видно и говорит, у него такой злобный взгляд, словно он готов лопатой убить. Вот, и вот это меня задело. Почему? Вот он, вот его взгляд. Смотрите. А ведь это уже он вырастил. Знаете, как это называется? Ладно, сейчас подробности я не буду. Вот сейчас трудно. Это же не специальная подборка. Сейчас ещё покажу. Вот она, Алёнушка. Вообще исчезла в Сибири. Это Алёнушка. А я срезал с ним два десятка семенков. Да, разойдётся. Это на семена. Вот это на семена. Специально гноим. Прям питомники, видели? Вот. А это этот самый. Росмарин. Как вам? Похож? А? Понимаете, что они себя ограничили в самом жёстком климате. Потому что ладно, ну это самое, у меня там редко до сорока доходит. Рядом не сильно замерзающий. Я всегда говорю, как есть. Но у человека высоко, я там сам была, сам, минус сорок шесть, и не одну зиму, а почти каждую зиму. Ну он-то такие же яблоки ест. А посмотришь там в этих институтах, ну нет ничего близко похожего. Вот. Самое страшное, что они хотят это иметь. Тут ещё, знаете, сколько их? Антоновка. Единственное дерево, вот это всё. Вот. Голден, клон Железова. Не узнали никто клона? Ну что, я виноват, теперь будет клон Железова. Господи, у меня сама скорость пар хватит. А это вот, пожалуйста, то, что я называю инфицированием. Ох, упрямое, ух. Несмотря на всё умение, видите. Всё, ой-ой-ой, всё, время стекло. Так, друзья. Нет ни стекло. Нет ни стекло. Господи, вот. Я вообще поражаюсь вот это вот. Ой, нет, ну нет у меня сил показывать всё это. Дуй собачу. А сегодняшний фильм, снимки показать. Я сейчас взял вот это вот, да. Реклама идёт. Дневник дачника. Я ещё не проверил. Лучшие землестойки сорта, которые у вас в Центральной России. Так. Предлагаю ваше внимание. Ещё рискнём. Знаешь, что я вижу? Вот когда вот такие листики рисуют, для чего? Подчеркнуть, что яблоко, абрикос огромный. Если это стандартный лист, то есть, допустим, дикаря, то такой не будет. Если это стандартный лист, значит, здесь размер 200-200 грамм. Вы это поверите? Фотографии из интернета. А так красиво рассказывают. Это же фильм. А как он в листах рассказывает? Рассказывают. Видели? Я ещё не проверял в интернете. Но я вижу, что я их видел в интернете. Ну, какой-то дурак откажется. А? Ну, снимки-то интернетовские. Посмотрите, какие листики делают. И всё, перед вами огромный уже размер с детскую голову. А как после этого не купить саженец? Ну, как? Ну, как? Вот это 100% из интернета. Знаете, что? Вот немножко постарались их запомнить. Вот, которая особенно вот эта их любимая. Вот на руках вот так вот. Раз. И всё. И докажи, что этот не твой. Как формировать яблами летом. Фу. Это уже другая тема. Ну, всё, друзья. В наше время есть стекло. Мы делаем перерыв. С "- И твой.